Вопросы отказоустойчивости и масштабируемости сервисов Вопросы отказаустойчивости сервиса Вопросы отказаустойчивости сервисов Одно из этих свойств — это консистентность Свойство, благодаря которому каждая успешная операция чтения получает самые свежие данные Напротив, ситуация, при которой две одновременные операции чтения могут получить разные данные, называется неконсистентностью Доступность означает, что на каждый запрос сервис возвращает успешный ответ А устойчивость к разделению на части подразумевает, что расщепление системы на несколько изолированных секций не приводит к некорректности отклика каждой из секций И согласно КАП-теореме, ни одна распределенная система не может обладать всеми этими тремя свойствами одновременно То есть можно обеспечить любые два за счет третьего То есть система может остаться консистентной после ее разделения, но ценой того, что на время разделения будет утрачена доступность То есть пока система разделена, некоторые или все запросы не будут получать успешные ответы Но благодаря этому сохранится консистентная система или напротив, система всегда будет доступна Все ее операции как на чтение, так и на запись будут считаться выполненными успешно Однако нарушится консистентность, так как в результате разделения системы на независимые части То есть операции, модифицирующие состояние системы, не будут заметны глобально, так как система разделена То есть если пришел запрос на вставку каких-то новых данных в одной из разделенных частей, то из другой он доступен не будет И таким образом нарушится консистентность Избежать этой проблемы можно было бы полностью Да Вот консистентность здесь имеется в виду то, что мы всегда будем получать старые свои данные То есть здесь разделенный институт на одном данный автоматически дублируется на втором данном Или же имеется в виду условия вводки То есть если два фото попишутся одновременно, у нас не получится потеря какого-либо запроса Здесь имеется в виду первое то, что вы описали То, что, к примеру, есть серверы хранения данных и между ними идет репликация Предположим, произошло расщепление системы, репликация нарушилась Как быть? В таком случае, если из одной части системы доступна только одна реплика, а из другой другая Мы могли бы полностью запретить запись в одну из реплик И в таком случае в той части системы, в которой доступна только реплика, в которой запрещена запись Запрещена запись, нарушится доступность Запросы на запись не будут выполняться успешно Либо будет нарушена консистентность И в обе реплики будут идти независимые и, возможно, противоречащие друг другу запросы на запись И в таком случае то, что было записано в одну из частей, таким образом, расщепленной на несколько частей системы Не будет доступна другой То есть, пришел запрос на запись, вставил какие-то данные, а в другую часть системы, которая нет доступа к этой, результаты выполнения этого запроса не видны. Ну и можно обеспечить свойства и консистентности, и доступности, но система не будет устойчива к разделению. То есть, в случае разделения, ее работоспособность нарушится, и запрос будет получать успешный ответ, только выполняться этот запрос на самом деле корректно не будет. То есть, к примеру, можно было бы попробовать решить эту проблему так, что, например, вставляемые данные добавляются в какую-то очередь, но это приведет к тому, что пока расщепление системы устранено не будет, и данные из этой очереди не будут вставлены, они доступны не будут. Причинем не из одной части системы. В таком случае окажется, что система к разделению не устойчива. Ну и в каждом конкретном случае приходится выбирать одно из свойств, которое наименее важно. Предположим, если у вас запросы на изменение контента происходят сравнительно редко, а, напротив, доступность важна, вы можете пожертвовать консистентностью. К примеру, вы поддерживаете, скажем, геораспределенный отказоустойчивый CDN, Content Delivery Network, задача которого – отдавать статические файлы, например, таблицы стилей, евроскрипты и картинки для ваших клиентов. Эти данные меняются сравнительно редко, отдавать их нужно постоянно, и клиенты будут не очень рады тому, что, например, в каком-то регионе страницы ваших сайтов будут отображаться некорректно, из-за того, что в этом регионе у вас все сломалось и не отдается, например, таблица стилей. В таком случае можно будет жертвовать консистентностью и просто обрабатывать запросы, как есть. Просто надеясь, что за время проблем, например, из-за нарушения связанности системы, эти данные меняться не будут. Если они действительно меняются редко, то в таком случае мы получим, ну, по факту, почти полностью отказоустойчивую систему. Однако, в общем случае, это невозможно, придется всегда чем-то жертвовать. Для того, чтобы понять, какие могут потенциально возникнуть проблемы и чем, возможно, придется пожертвовать, нужно составить список точек отказа своей системы. Под точками отказа понимаются отдельные элементы инфраструктуры, выходы из которых приводят к деградации или отказу. Например, те, кто из вас присутствовал, скажем, на шестом занятии, помнят, что мы рассматривали RAID-массивы, некоторые из которых позволяют обеспечивать отказоустойчивость хранилища от отдельных сбоев жестких дисков. И, например, для RAID уровня 0, который такой отказоустойчивости не обеспечивает, каждый диск является единой точкой отказа. При выходе из строя любого диска происходит потеря данных. Одно типовое требование к архитектуре распределенной системы, предъявляемое в случае, если работоспособность этой системы важна и критична, это отсутствие единых точек отказа. Таких элементов, изолированного выхода из строя, которые достаточно, чтобы вывести всю систему из строя. Предположим, если ваша система расположена в одном единственном дата-центре, это выхода этого дата-центра из строя, по любой причине, например, в нем сломалась система охлаждения или произошла какая-то крупная проблема с электропитанием, но это меньше, поскольку все хорошие дата-центры имеют как минимум два независимых ввода, или случилось что-то еще подобное, то вся ваша система со всей ее, казалось бы, отказоустойчивой архитектурой будет недоступна целиком, потому что оказался недоступен этот дата-центр. Или если взаимодействие с внешним миром осуществляется только через один канал, проблему у провайдера, который этот канал обеспечивает, также приведет к отказу. Все это, все, что перечислено, является едиными точками отказа, и типичным требованием является избавление от них. То есть ваша система должна быть развернута в нескольких дата-центрах и уметь переживать внезапные выходы, строя любого из них. К примеру, в Яндексе это базовое требование к диплою любого сервиса, и его не допускают до диплоя, если он не выполняется. С точки зрения обеспечения отказоустойчивости отдельных компонентов вашего сервиса, у них есть следующие разновидности. С Тетлос-компонентами не хранят в себе никаких данных. В том смысле, что результат выполнения запроса, отправленного на такой компонент, не зависит от его внутреннего состояния. К примеру, был бы, скажем, веб-сервис, который сам себе не хранит никаких постоянных невременных данных, а все свои данные хранит в базе данных. В таком случае результат выполнения запроса, который на него отправлен, зависит от того, какие данные находятся в этой базе, но не от того, в каком состоянии находится сам этот веб-сервер. В таком случае этот компонент считается стейтласс, то есть его внутреннее состояние роли не играет. Стейтфул, напротив, тот компонент, внутреннее состояние которого влияет на результат полученного запроса. Скажем, в какой-нибудь СУБД результат выполнения сколь-запроса зависит от того, какие данные в этой базе находятся. Поэтому СУБД это типичный стейтфул компонент. И третья разновидность, находящаяся где-то между, это временные хранилища данных, которые, к примеру, кэши, которые, с одной стороны, по определению стейтфул, то есть результат выполнения запросов не зависит от их внутреннего состояния. С другой стороны, постоянных данных в них нет, и если даже этот стейтфул теряется, то все равно все запросы будут корректно обработаны. То есть, например, если что-то в кэше не прокэшировано, то просто запрос уйдет в основную базу данных, корректно обработается, вернет нужный ответ, и результат будет положен в кэш. А если данные в кэше были, то, соответственно, они будут сразу отданы, и тот же запрос обработается быстрее. Поэтому, скажем, выход из строя кэша может привести к деградации сервиса, но пока производительности для работы без него хватает, не к отказу. И для обеспечения отказоустойчивости компонентов разных типов приходится применять различные механизмы. С отказоустойчивостью остается с компонентов все просто. Ее обеспечение сводится к обеспечению одновременной работы нескольких инстансов, между которыми осуществляется балансировка нагрузки, ну или хотя бы переключение нагрузки с одного на другой случай выхода его из строя. Примером подобного архитектуры был бы набор сразу нескольких веб-серверов, обладающих тем свойством, что они стейтласс, в том смысле, что сами внутри себя они вообще никаких данных не хранят, несинхронизируемых друг с другом, ни постоянных, ни временных, а все данные хранятся в других компонентах сервиса, скажем, в базе данных. В таком случае таких веб-серверов можно сделать несколько и воспользоваться одним из методов балансировки нагрузки между ними. О балансировке нагрузки мы поговорим позднее. Ну, несмотря на то, что, казалось бы, здесь все легко и просто, существуют препятствия к организации подобной отказоустойчивости. Одно из потенциальных препятствий – это конкурентная работа с хранилищем, который корректно не поддерживает транзакции, либо неправильное использование транзакций при подобной работе. В таком случае может возникнуть ситуация, когда приложения будут конкурентно менять одни и те же данные, и в результате система окажется неконсистентной. Предположим, для того, чтобы… Предположим, вы используете какую-то примитивную S-Coil-ную базу, например, МС-Coil с движком МСА, не поддерживающую транзакции, и для того, чтобы выполнить какой-то запрос на изменение данных, нужно выполнить два независимых S-Coil-запроса, скажем, поменять две связанные таблички. И в случае, когда два запроса на изменение одних и тех же данных поступят на два разных инстанса приложения, может возникнуть проблема. Проблема, связанная с тем, что один запрос будет выполнен в таком порядке, что сначала, скажем, будет выполнен запрос от одного из этих инстансов на изменение одних до одной таблицы, потом запрос от второго инстанса на изменение той же таблицы, а потом запросы на изменение второй таблицы будут выполнены напротив в обратном порядке, и данные окажутся неконсистентны. Если ваше хранилище не обеспечивает устроенных средств защиты от подобных коллизий, то есть, например, механизм работы транзакции и блокировок, который позволил бы первому приложению открыть транзакцию и заблокировать, например, select for update изменяемые данные и затем их менять, а второе приложение было бы вынуждено обрабатывать ситуацию, что эти данные заблокированы, и, скажем, подождать, пока эта работа завершится, то, как минимум, данные оказались бы в консистентном состоянии. Не в том смысле, что совершенно точно в том, в каком хотелось бы, например, человеку, пользующемуся сервисом, проектирующему его, но как минимум консистентном, то есть, в том, какого они должны были оказаться после выполнения любого из этих запросов, а не в каком-то смешанном. Соответственно, если обеспечить подобную конкурентную работу с хранилищем невозможно, приходится обеспечить отказоустойчивость инсенсов не путем балансировки нагрузки, а путем переключения нагрузки с одного на другой в случае проблемы. То есть, у вас пока все хорошо работает один инстанс, только если он выходит из строя, нагрузка переключается на другой. Таким образом, их одновременная работа происходить не будет, и проблемы с конкурентным доступом к данным не возникнут. С обеспечением отказоустойчивости хранилища в некотором смысле все значительно сложнее. Основные проблемы обеспечения отказоустойчивости хранилища данных заключаются в том, что нужно не просто поддерживать работу нескольких инстансов одновременно, но и консистентность данных в любой момент времени, отсутствие конфликтов при их изменении. Все хорошо, когда, например, вы используете СУБД, которая обладает встроенными механизмами для обеспечения подобной работы. Скажем, она поддерживает репликацию с одного инстанса на другой, и таким образом есть возможность организовать работу с ней. В некоторых случаях отдельные приложения не поддерживают репликацию или хотя бы конкурентную работу с данными. Они архитектурно предназначены для того, чтобы их развертывали просто в одном едином инстансе и, скажем, хранят какие-то данные просто локально на файловой системе. И в таком случае, даже если вы развернете какую-то сетевую файловую систему и запустите несколько инстансов этих приложений, окажется, что они совершенно не подозревают о существовании друг друга и могут одновременно пытаться менять одни и те же данные, приводя к непредсказуемым результатам. Однако, в случае, если средства хранения данных, например, система управления базами данных поддерживает репликацию, это обычно один из приведенных трех вариантов. При асинхронной репликации успешность коммита транзакции не зависит от того, поступила ли уже данная транзакция на реплику. То есть, транзакция коммитится целиком на мастере, а затем, либо в зависимости от метода репликации, либо фрагмент бинарного лога, либо просто сам запрос отправляется на слейва, и если слейв работоспособен, то выполняется. Транзакция же закоммичена независимо от этого. То есть, гарантия такая, что если коммит транзакции подтвержден, то он применен на мастере. Про слейв ничего не известно. То есть, если, например, мастер выходит из строя, то совершенно запросто какие-то транзакции, которые были закоммичены на нем, не поступят на слейв. На достаточно нагруженной базе, в какой момент выхода строя не произошел, такие транзакции будут. Соответственно, с одной стороны, производительность работы при таком методе репликации будет выше, в смысле транзакция будет коммититься быстрее, ее коммит не будет сильно зависеть от производительности слейва и от производительности канала между мастером и слейвом. В случае пиковых нагрузок на вставку слейв может временно начинать отставать от мастера, при этом транзакции все будут закоммичены, но, тем не менее, не гарантируется полная консистентность. Однако ей в некоторых случаях приходится жертвовать. При синхронной репликации коммит транзакции считается успешным только после подтверждения от реплики. Это совершенно дополнительный к первому методу репликации. Его набор достоинств и недостатков соответственно противоположный. Достоинство заключается в том, что если коммит транзакции подтвержден, то данные, поступившие в рамках данной транзакции, уже совершенно точно находятся не только на мастере, но и на слейве. То есть в случае выхода мастера из строя они кажутся снова доступны. Проблема заключается в том, что в таком случае производительность работы базы данных зависит не только от производительности хоста, на котором находится мастер, но и от производительности слейва, и от производительности линка между мастером и слейвом. В таком случае, например, при пиковых нагрузках не слейв будет временно отставать, а транзакции будут выполняться заметно медленнее. Скажем, если канал между мастером и слейвом окажется переполненным. Ну и видно, что набор преимуществ и недостатков обоих методов работы вполне достаточно, для того, чтобы, наверное, не использовать ни один из них, поскольку любой из них приводит к достаточно серьезным проблемам. И как же поступить? Совсем без репликации жить нельзя. Для того, чтобы устранить данную проблему и обеспечить возможность работы, и в случае, если часть слоевов может отставать или даже оказываться совсем недоступной, и также обеспечить то, что после коммита транзакции данные обязательно находятся более чем на одном хосте, разработанные алгоритмы, основанные на кворуме. Например, при подобном методе репликации необходимо, чтобы суммарное количество инстансов было нечетным, скажем, и больше единицы, то есть 3, 5 или больше. И транзакция считается успешно подтвержденной, когда она успешно выполнена на более чем половине инстансов. То есть для трех инстансов она должна быть выполнена на двух, для пяти на трех и так далее. Соответственно, с одной стороны обеспечивается то, что закоммиченные транзакции совершенно точно находятся более чем на одном хосте, и данные не будут потеряны при выходе из строя. С другой стороны обеспечивается толерантность к выходу из строя одной из реплик, скажем, одной реплики в случае трех инстансов, двух реплик в случае пяти и так далее. То есть репликация не сломается, и система останется доступной на запись, и при выходе из строя отдельных компонентов. Подобный алгоритм работы, например, используется в новой школьной субэдэмонго деби для организации так называемого реплика-сета. Смотрите, как это выглядит. Есть мастер. У мастера есть, в некотором смысле можно представить себе лог транзакции, который с ним выполнился. Каждая транзакция в этом логе отмечена определенной позицией. И этот лог последовательно отправляется на слоевый. Транзакция считается подтвержденной, когда она выполнилась на мастере и, скажем, хотя бы на доме слоеве в случае трех инстансов. Или хотя бы еще на двух слоевах в случае пяти инстансов. То есть, более чем на половине хостов. И если мастер выходит из строя, то происходят так называемые выборы мастера. То есть, слейв, для которого позиция в логе транзакции была самой большой, становится мастером. То есть, если, например, представим себе, что позиция на мастере пять, позиция на одном слоеве четыре, а на другом три, и мастер вышел из строя, то, во-первых, пятая транзакция еще не была подтверждена. То есть, может считать, что она не выполнялась. Если база не подтвердила успешность транзакции, то еще никаких гарантий нет. А четвертая транзакция находится на одном из слоевов. Предположим, мастер в этот момент вышел из строя. В таком случае все данные всех закомиченных транзакций, то есть четвертой и предыдущих, окажутся на этом слоеве, и он будет выбран мастером. А тот слоев, на котором есть только три транзакции, останется слоевом и получит данные четвертой транзакции с нового мастера. А чтение всегда происходит только с мастера. Да, чтение всегда происходит только с мастера, поэтому система консистентна. Она не обеспечивает, в этом смысле, распределение нагрузки между слоевами. В том смысле, что всегда всю нагрузку на себе держит только один инстанс, а два остальных исключительно ждут своего часа, когда мастер выйдет из строя. То есть, вы видите, вам нужно, по сути, утроить требования к железу. То есть, вам нужен не один хвост базы данных, как при изолированной работе, без отказоустойчивости, и не два, как при обычной репликации, а три. А зачем такое решение? Почему тебя не делают это одно слоево? А это я обсуждал в предыдущих двух пунктах. Как работать с одним слоевом, либо синхронно, либо асинхронно. При асинхронной репликации проблемы будут, если выйдет из строя мастер, соответственно, часть транзакций могла не добраться до слоева. А при синхронной проблеме будет, если из строя выйдет слоев, тогда система должна перейти в ридон, так как слоев не сможет подтверждать транзакции. До тех пор, пока не придет администратор и, скажем, руками не переключит мастер в режим стендоон работы. Так, получается, у нас тоже работают, по крайней мере, с одним из них синхронные, только мы не знаем, какими, в двух и трех. Да, да. И в таком случае при выходе любого из трех хостов система работать продолжит. Так как будет еще один слейф, на котором вновь поступившая транзакция сможет успешно закоммититься. Скорости? Не должны. В надежности. Как раз таки я и говорю о том, что выигрыши в скорости за счет добавления еще одного инстанса, при такой механизме работы нет. И с точки зрения производительности у вас работает только один хост из трех. А остальные два просто ждут своего часа. Выигрыша в скорости нет. Но есть выигрыш в надежности за счет того, что вы имеете право терять любой один из хостов, и у вас остаются консистентные данные. В то время как при репликации вы можете терять в зависимости от ее механизма один из двух хостов. Либо мастера при синхронной репликации, либо слейва при асинхронной. И в любом случае потребуются какие-то действия администратора, например, для того, чтобы когда при асинхронной репликации вышел из троймастер, чтобы переключиться на слейва, ну или какая-то автоматизация, чтобы на него переключаться. А при асинхронной репликации, когда вышел из троймастера слейв, чтобы переходить в режим стендалон работы и не стоять в рядом, пока слейв недоступен. И после этого восстанавливать репликацию, когда он вернется. Однако, как я говорил, к сожалению, не всегда механизмы репликации поддерживаются. В некоторых случаях инстансы умеют работать только в стендалон режиме и никак не передают друг другу данные. И в таком случае приходится применять различные стратегии работы с ними. Но сразу скажу, что хорошего способа обеспечить их откоустойчивость и имперебную доступность нет. Один из способов заключается в том, чтобы научить приложение работать с несколькими независимыми хранилищами и дублировать операции с несколькими инстансами. Предположим, у вас есть некое хранилище данных, которое специализировано под конкретно вашу задачу, поэтому какое-то хранилище общего назначения не подходит. Но оно, к сожалению, не поддерживает репликацию вообще. Можно было бы взять и научить ваше приложение работать сразу с двумя инстансами. Таким образом, что, например, пока все оба доступны, все операции дублируются на обоих. Если один из них выходит из строя, то на одном из них эти операции выполняются как следует, а операции для второго помещаются в какую-либо очередь. И затем, когда он возвращается, они выполняются, и после этого он считается снова пригодным для взаимодействия с ним, консистентным. Это при условии, что подобный механизм работы вообще возможен. То есть, у вас, скажем, ваше приложение и ваши средства для работы с данными разделены. То есть, и приложение находится по достаточным вашим контролям, чтобы реализовать подобный алгоритм. В некоторых случаях, например, при полностью монолитном приложении, в котором реализована и логика работы, и хранение данных, и, естественно, никакие средства обеспечения отказоустойчивости и масштабируемости не применяются, приходится прибегать к механизмам распределенного хранения файлов. То есть, например, может использоваться распределенная файловая система или, скажем, какое-то распределенное хранилище, которое позволяет монтировать на сервере блочные устройства вроде цеха или что-то вроде этого. И в таком случае используются два инстанса этого приложения, один из которых активен и постоянно работает с данными, а второй держится на горячем, то есть запущенном, если он поддерживает такую работу, ну или холодным, то есть установленным, но готовым к запуску, в случае, если первый выйдет из строя. Поскольку в подобной ситуации запускать оба нельзя, так как нет возможности обеспечить корректную, конкурентную работу с данными. Для этого существуют различные механизмы. Это может быть, скажем, какое-то просто репликация блочного устройства, типа той, которая обеспечивает DRBD, или это может быть отдельное хранилище, скажем, вроде CEF, которое позволяет монтировать на сервер сетевые блочные устройства и обеспечивать уже отказоустойчивость внутри себя за счет своего дублирования или какая-нибудь кластеризованная файловая система тоже с репликацией данных, все что угодно. Проблема в том, что подобные механизмы, также средства переключения нагрузки в случае выхода из строя придется реализовывать самим вручную, и никаких способов сделать это из коробки нет. Ну и, к сожалению, не всегда это можно сделать корректно. Например, в моей практике встречалось приложение, которое имело именно подобную монолитную структуру. Там была реализована и работа с данными. Ну, скажем так, не со всеми, она еще использовала внешнюю базу данных, но и хранила поисковые индексы по тем же данным внутри себя. И она же реализовывала логику работы с ними, логику вставки этих данных, и веб-интерфейс для работы с ними, все что угодно. И проблема обеспечения отказоустойчивости его подобным описанным способом была в том, что оно, во-первых, конечно же, не было способно работать двумя инстансами над одними файлами конкурентно, а во-вторых, оно стартовало два часа. То есть, в той случае, даже если обеспечить какое-то сетевое хранилище данных и держать холодный инстанс, готовый с над ними стартовать в случае выхода из строя основного, он все равно будет запускаться настолько долго, что простой будет практически недопустимым. И единственным методом решения проблем в данной ситуации было просто все это переписывать и менять архитектуру. Потому что ничего лучше, к сожалению, не сделать. Это, собственно, на этом слайде приблизительно описано, расписано то, что я сейчас рассказал. Какие существуют методы для распределенного хранения файлов в том случае, если ваше приложение берет и просто хранит данные в локальных файлах и по-другому не умеет. И средства, которые можно для этого использовать. Это то, что касается обеспечения отказоустойчивости сервисов. Теперь я хотел бы перейти, может быть, к более интересному вопросу, а именно к тому, как обеспечивать их масштабирование. И связан этот вопрос вот с чем. Пока все сервисы находятся в зачатанном состоянии, еще на этапе проектирования или начальной работы, например, они не набрали в себя достаточное количество данных или достаточное количество пользователей для того, чтобы создавать нагрузку или, соответственно, для того, чтобы для их хранения требовалось большое место. Вопрос о масштабировании не встает. Сервис поначалу нормально работает на тех вычислительных ресурсах, которые вы ему предоставили, в пределе вообще на одном физическом сервере или даже виртуальной машине. И в дальнейшем возникает ситуация, когда производительности не хватает. Первое, что пытаются выполнить в подобной ситуации, это апгрейд к аппаратной конфигурации. То есть переехать, например, с дохлой виртуальной машины на более мощную или со временем с виртуальной машины на еще более мощный физический сервер. И так далее. Это так называемое вертикальное масштабирование. Данная стратегия имеет право на жизнь, но в весьма ограниченном объеме, поскольку у вертикального масштабирования есть две проблемы. Одна из них экономическая, а вторая, собственно, техническая. А на самом деле даже в некоторых случаях не две, а две, так сказать, с половиной. Каковы же эти проблемы? Ну, первая из этих проблем связана с тем, что довольно очевидная техническая проблема заключается, связана с тем, что есть определенный верхний предел на производительность одного отдельно взятого сервера, который вы можете в настоящий момент приобрести за любые деньги, которые вы можете предоставить. То есть даже если у вас есть миллиард долларов или 10 миллиардов долларов, или 100 миллиардов долларов, все равно есть определенная максимальная на текущий момент аппаратная конфигурация, мощнее которой вы уже не приобретете. это тихие это техническое ограничение экономическое ограничение заключается в том что цена сервера растет гораздо быстрее его производительности первом приближении можно даже на россии представить что она растет как квадрат его производительности но это не совсем так в какие на каких-то участках она растет быстрее на каких-то медленнее но где-то так в первом приближении приблизительно так ну и кроме того в случае если вы используете свои собственные физические серверы они просто арендуете один вместо другого сервера или виртуальную машину у вас возникает проблема невозможность одновременно использования старых новых серверов то есть у вас был такой сервер и его не хватало вы купили более мощный мигрировали на более мощное что делать со старом если он был арендованный то вы просто перестаете платить за его аренду если он был собственными то он у вас просто остается и вы ищете например куда куда его продать с рук и стоит он будет гораздо дешевле чем когда вы покупали потеряли на этом деньги ну это так сказать та самая половинка проблемы однако у вертикального масштабирования есть определенные достоинства заключающиеся в том что в архитектуру по большинстве случаев не приходится вносить изменений для того чтобы им воспользоваться однако есть исключение исключение из этого правила когда все равно придется вносить изменение в архитектуру пола возникает в том случае если со само это программное обеспечение например плохо масштабируется процессорным ядр производительность одного процессорного ядра на самом медленном более-менее сервере которым вы можете приобрести на самом быстром отличается на фон всего лишь в несколько раз то есть вы упрётесь в скажем в лимит частоты одного процессорного ядра очень быстро гораздо раньше чем вообще в производительность одного отдельно для этого сервера которые могли приобрести и в таком случае если ваше приложение плохо масштабируется по ядрам его лимит наступит гораздо раньше и вы и все-таки потребуется вносить изменения в его архитектуру чтобы он мог бы работать со все большим и большим количеством процессорных ядер которые будут ему доступны во все более и более мощных серверах которые вы сможете приобретать и скорее всего для подобной работы придется уже внести какие-то изменения изменения в архитектуру которые в дальнейшем позволит перейти горизонтального масштабирования под горизонтальным масштабированием по него понимается увеличение калии количество инстансов приложений или увеличение или сервера серверов работающих с данными и до добавление все большего количества хостов на которых они запущены к текущим вместо увели постоянного апгрейда одного и того же хоста рассмотрим на примере его во сколько обходится стратегии вертикального масштабирования наверху приведи приведена приблизительно типичная конфигурация сервера ну плюс минус где-то мощнее где-то слабее которые используются в типичных интернет компаниях сейчас например в яндексе она может быть чуть помощнее в mail.ru например чуть послабее но в целом что-то вроде этого это сервер занимающий в стойке один юнит один юнит это такой специальный слот стойки высотой 45 миллиметров и имеющий два процессорных сокета в каждой из которой вставлено скажем два процессора по 12 ядер физических и 64 гигабайта памяти стоит такой сервер приблизительно 3 до 300 тысяч рублей но предположим ваш сервис на нем запущен работает и производительности перестает хвата хватать однако архитектура вашего сервиса не позволяет горизонтально масштабировать а производительность надо предмет примерно удвоить ну хорошо двух процессоров мало думаете вы надо купить сервер четырьмя процессорами хорошо вот сервер с четырьмя процессорами по 14 ядер в нем 128 гигабайт оперативной памяти и стоит он уже полтора миллиона рублей не 300000 то есть как видите вот на этом этапе происходит скачок цен так сказать поскольку вы именно в этот момент переходите от мейнстрима к хай-энду и да за то чтобы обеспечить и увеличение производительности в два с небольшим раза вы платите больше в пять раз то есть выгоды здесь никакой не то есть огромная потеря средств ну допустим вы решили на нее пойти пока что вам еще дешевле поступить так чем например переписывать ваше приложение тратить огромные человека часы замедлять разведите сервис или нанимать новых программистов хорошо что делать когда и этого сервера перестанет хватать наверное нужен еще более мощный ну хорошо купим более мощный сервер путем будет не 4 процессора 8 и даже не по 14 ядер по 20 просто полный хай-энд и такой сервер будет обойдется вам уже не в полтора миллиона а чуть более чем в 5 и он будет всего лишь в шести семь раз мощнее первого вашего сервера но в 17 раз его дороже то есть и опять же потеря в эффективности про его происходит заметно и вы смогу приблизить потратив приблизительно вдвое меньшие деньги могли бы обеспечить ту же производительность если вы придерживались друг другой стратегии до тех пор пока вы например в вашем случае на нагрузки невелики и и вертикальное масштабирование выглядит не так а например покупкой более мощные виртуалки на амазоне скажем не с одним ядром из двумя не с двумя четырьмя и так далее вы вполне можете придерживаться подобной стратегии так как затраты на разработку скорее всего все равно гораздо больше чем затраты на аренду подобного подобной виртуальной машины однако когда они начинают выглядеть подобным образом и когда и когда к примеру сервер не один а у вас есть не несколько компонентов скажем на одном из них запущено не не масштабируемые приложения другом такая же не масштабируемая база данных плюс еще хотя вас масштабирование у вас все плохо вы обеспечивали по одному из предыду описанных ранее методов отказоустойчивость поэтому серверов у вас как каждого типа минимум 2 то есть стоимость надо умножать на 2 выходит что исключительно стоимость закупки железа для вас оправдывает трудозатраты на разработку для того чтобы перейти на какую-то горизонтально масштабируемую архитектуру и в таком случае показав примерно подобные расчета своему руководству вы наконец его добиваетесь того чтобы это было включено в план разработки и такую переходе переходите от ситуации когда вы закупаете сначала более мощный сервер то еще более можете выбрасывать предыдущие на помойку к ситуации когда вы закупаете серверы из первого пункта про просто докупая их по мере необходимости и арендуя и обеспечивая каким-то друг другим образом место для их размещения каким образом обеспечивается горизонтальное масштабирование компонентов различных типов для стоят raise компонентов горизонтальное масштабирование не предоставляли не представляет труда но как минимум она не представляет большего труда чем обеспечение их отказоустойчивости поскольку мы держим в голове тупо возможную проблему синхронизации их работы с данными если хранилище и не поддерживает то здесь проблема будет то точно такая же и для того чтобы обеспечить масштабирование по вычислительным ресурсам необходимо обеспечить балансировку нагрузки между инстанциями предположим вы закупили несколько серверов установили на них нескольких приложений вам нужно сделать так чтобы того чтобы между ними распределялись запросы используются следующие основные методы первые из них это с помощью средств динамической маршрутизации в таком случае вы поднимаете сервер динамической маршрутизации на своих хостах и использую его договор например договаривайтесь со своим провайдером или обеспечить это внутри своей сетевой инфраструктуры все зависит от масштаба компании в которой вы работаете такие таким образом чтобы вы по какому-либо из протокола динамической маршрутизации анонсировали свой к примеру свой ip-адрес со всех этих серверов маршрутизатор распределял входящие на них пакеты согласно комбинации например source адреса и source порта он разбрасывал эти пакеты по серверам которые анонсируют свои адреса ну естественно в данном случае маршрутизация будет идти не не чисто на третьем уровне немножечко залезать на четвертый поскольку если пакеты в рамках одного и того же типе соединения будут попадать на разные хосты то друг то другие хосты не как с которыми отсоединение не устанавливалась ничего не узнать знать не будут и так система работать не сможет то есть придется всего придется здесь обеспечить то чтобы маршрутизатор умел пакеты в рамках одного отдельно взятого соединения всегда отправлять на один и тот же сервер пока он доступен а когда анонс пропадет и например рассечет тайм-аут для анонса или если вы применяли какое-то средство для обеспечения хардбита например bfd и сервер стал недоступным в таком случае произойдет перебалансировка и к сожалению текущие коннекты с вышедшим из строя сервером порвутся но всегда можно будет установить новые так как другие серверы будут готовы их принять другой однако у этого метода есть целый ряд недостатков один из этих недостатков заключается в том что корректно выявлять мир не работоспособность с приложение на одном из серверов я отдельно поддерживает момент приложение к неработоспособность приложения на одном из серверов и своевременные его исключения спад балансировки в случае этой самой не работоспособности придется вручную без применения каких-то штатных средств нужно будет самостоятельно изобретать велосипеды придумывать как например если вдруг с этого конкретного сервера пропал доступ базе данных других например не пропал нужно что обеспечить то чтобы именно этот сервер был выбран из-под нагрузки или если просто сам инстанс приложения на этом все сервере вышел из строя он должен быть исключен от нагрузки и пользователи не должны пытаться подключиться к тому что уже давно и доступно таком случае придется реализовывать снятие и установку с не исключение из группировки сервера и добавление его туда вручную другой другая проблема это сложность с обеспечением было бы неравномерной было балансировки нагрузки например между серверами разных производительности то есть скажем у вас был был в начале сервера определенной производительности они вас устраивали а когда они вас перестали устраивать вам пришлось покупать новые уже была возможность купить более мощный прогресс не стоит на месте вы их покупаете устанавливаете возможно вам хочется чтобы более мощные серверы получали был большее количество запросов а менее мощные меньшее количество запросов будут большие проблемы не не буду говорить что это невозможно но скажем так это совсем нетривиально обеспечить при использовании средств динамической маршрутизации по этим двум причинам используют специализированные вот так называемую балансе балансировщики нагрузки эти балансировщики также могут работу в зависимости от того как они реализованы могут работать на различных уровнях один из вариантов это l4 балансировщик пример такого модулью ядра linux ipos который обеспечивает в саму работу балансировщика и например такой демон как и по лавит это один из бред один из вариантов который обеспечивает работу с конфигурацией провел проверку хостов своевременное добавление этих хостов под нагрузку и их исключение подобная связка позволяет с одной стороны обеспи обеспечить наличие проверок работоспособности к конкретных серверов ну в случае например кипела вида одним из четырех способов то есть это может быть либо tcp connect на определенный порт либо отправка и степи запроса определенного определенный порт и проверка кода ответа или контрольной суммы ответа либо отправки такого же степи запроса либо запуск кастомного скрипта и добавление или не добавление сервера в нагрузку в зависимости от результата его выполнения здесь есть дополнительная опция по организации динамических весов она заключается в том что возможно конечно обеспечивать неравномерные веса исходя из аппарата конфигурации серверов эта идея хорошая но жизнь устроена чуть-чуть сложнее на каком-то сервере может возить дополнительная нагрузка связанная с чем-то еще например именно на этом сервере запустился backup или что-то еще произошло поэтому иногда хочется весами из меня динамически скажем чем выше загрузка процессора на сервере тем ниже его динамический вес таким образом практически не независимо от того что что в вашей системе происходит нагрузка будет распределяться наиболее приближенным к оптимальным образом то есть даже если на более мощном сервере вы например временно запустили как какой-то процесс потребляющий процесс процессорное время или он автоматически запустился по расписанию немедленно будет снижен динамический вес для этого сервера и запросов на него будет поступать меньше она другие соответственно части запроса перераспределиться да это в каждом случае реализовывается по-своему единственное что понимает балансе удалу например кип-либит при такой настройки это то что динамический вес 100 будет равен коду ответа с которым вышел скрипт проверяющий эти хосты а как вы это реализуете это так сказать опту вы можете сделать например простенький степи сервер на каждом этих асток на не на комить порту не по умолчанию который будет отдавать его теку например тебе текущие последнего дэвердж и в зависимости от этого вода вареджа скрипт будет давать динамический вес то есть чем вы тем выше количество про среднее количество процессов готовых к исполнению надо на данном хосте за последнее время тем за последнюю минуту тему меньше динамический вес данного хоста ну к примеру ну можно сделать например так да да потому что в данном случае никаких манипуляций с содержимым пакета не происходит и соединение dcp не детерминируется балансировщиком например балансировщик и пивы сможет работать в одном из трех режимов он может либо обеспечивать прямую маршрутизацию поступивших у него пакета в рамках локальной сети либо обеспечивать над на реальные серверы в терминологии балансировщиков нагрузки из виртуальный сервис это комбинация ip адреса и порта на которые принимаются запросы и набор реальных серверов по которым эти запросы распределяются тоже комбинации при адресов и портов так вот балансировщик может обеспечивать определенный аналог доната так сказать на на эти реальные серверы в то в том смысле что это будет работать примерно как проброс портов только когда раз порт будет пробраться на разный сервер и сервер должен будет соответственно отправлять ответы через балансировщика этого режима есть некоторые определенные свои достоинства связаны с например удобством его конфигурирования и есть недостатки одним из этих недостатков может являться то что балансировщик скажем окажется узким местом то есть предположим с одной стороны процессорной мощности балансировщик к нагрузке потреблять гораздо меньше чем приложение которые за ним стоят поэтому скажем для балансировки будут использоваться два хаста но мы исключительно для отказоустойчивости для собственно работы самого предложения там сотня хостов соответственно сетевые интервью интерфейс и балансировщика могут оказаться узким местом поэтому эту проблему частично решает третий режим работы туннельный при туннельном режиме работы получив пакет и решив на какой хвост этот пакет будет отправлен балансировщик и инкапсулирует его в другой пакет по протоколу и пи пи и отправлять его на этот хост прям отправляем отправляет его по произвольному маршруту реально хоть через большой интернет реальный хвост получив этот запрос белочи типа типа питер沒有 dic apps у них вынимает из него изначальный пакет обрабатывать его на своем виртуальном интерфейсе и оба обработал запрос например он отправляет ответ отправляет ответ сорс адресом и согласно свои ответные пакет согласно свои собственные таблицы маршрутизации то есть он не обязан проходить обратно через балансировать пути такая симметричная схема изначальный запрос был принят балансировщик мы направлен на реальный ход реальных hosp отправил ответ согласноensemble таблицам маршрутизации например вообще моего балансировщика например если у сервис который принимает относительно небольшие запросы отправляет большие ответы например там какой-нибудь хостинг картинок или видео который принимает в запросе всего лишь там уровень того что пользователь решил посмотреть а в ответ отдает например целую картинку то в таком случае подобный механизм работы позволит вам обеспечить отсутствие узкого места в виде балансировщика поскольку ответы через него уже не пойдут ответы будут отправляться на напрямую клиенту да да это называется туннельный механизм и одно из преимуществ такого метода балансировки еще одно заключается в том что среди за что соединение на балансировщики не акцептится и никакие проблемы с так сказать производительность сетевого стека линукса которые появляются когда соединение обрабатываются локально не проявляются там другой при преимуществе заключается в том что тела пакетов такой балансировщик принципе не трогает и вы например при тестировании своего приложения можете забыть его существование вы можете быть уверены что вот такой запрос который отправил пользователь поступил к вам без изменений и в source-адресе пакета будет указан адрес пользователя они адрес балансировщика то есть вы обрабатывая source адрес пакетов приложение можете быть уверены что это с Source адрес того кто пакет отправил так как балансировщик всего всего лишь например в случае на нато переписал destination адрес куда именно пакет будет отправлен а случае туннеля просто взял изначальный пакет как было инкапсулировал его другу другой отправил вам а выводе капсулировали обрабатываете вообще в изначальном виде то есть он в этом при таком механизме работы практически прозрачен и не вносит там не дополнительные сущности в которые могут быть какие-то баги которые нужно выявлять протестирую он совершенно смотрите здесь все устроены хитрее да он конечно же указывает не на один из адресов под поднятых на реальных интерфейсах того сервера которого обрабатывает но для работы таким методом на сервер поднимает специальный виртуальный интерфейс и после декапсуляции становится видно что этот пакет предназначен для такого-то виртуального интерфейса и на нем он уже обрабатывается на этот реальный интерфейс просто так пакет извне не отправить можно отправить инкапсулированный пакет который будет декапсулирован на этом хосте и таком случае то чтобы было из этого пакета вынуто на этом виртуальном интерфейсе будет обработано что вообще тем вообще характеризуется конкретный цепи соединение чем он отключается других ну что такое сокет не совсем так сокет это определяет определяет определенный объект через который вы вы работаете с цепи соединением это определенный уровень абстракции самого данном случае явление сокета связано с архитектурой уникса и так далее а как именно это реализовано на конкретном хосте спецификации эти цепи не объясняет просто каждое соединение характеризуется четырьмя параметрами со сорс адрес сорс порт каждый дизайн и шансы destination порт все и и можно представить себе скажем кастой кастомный tcp стек скажем какого-нибудь встраиваемом устройстве в котором вообще не будет не будет использоваться сокеты а пакеты будут обрабатываться как толков просто например потому что для полноц для полноценного сетевого стека там не процессора не памяти не хватит а что вы имеете ввиду под сессией он хранит соединение под сессии обычно что вы имеете ввиду под сессии просто есть разные понятия в этом месте бывает ssl сессии бывают сессии пользователя в приложениях вы какую имеете ввиду например да хорошо да таблицу соединений и балансировщик держит у себя это естественно что чтобы его не приходит чтобы ему не приходилось заново вычислять куда же именно но необходимо отправить пакет нет ну скажем так могут быть заданы айдл тайм ауты для соединения то есть скажем если в рамках какого-то соединения в течение какого-то время не не проходило ни одного из пакетов балансировщик может взять и забыть о нем например это позволит хотя бы имеем не держать бесконечное количество неактивных соединений которые по какой-то причине просто пропал стали неактивными и все однако при некоторых протоколах работы такое соединение могут быть очень долго и балансировщик должен будет это также долго их держать ну в таком случае правда все в протоколе нужно предусмотреть кипеливные пакеты чтобы время от времени сервера клиент этими пакетами обменивались ну просто для того чтобы поддерживать соединение живым например примером такого могут являться скажем какие-то игровые протоколы где клиент игры подключается к серверу и держат соединение там приз очень долго вот сколько пользователь в эту онлайн игрушку играет столько у него и соединение держатся просто она все это время активно и происходит постоянный обмен пакетами за клиентом и сервером а значит это соединение убита не будет но но вообще длительные длительных соединений следует убегать во всех случаях кроме тех когда без них не обойтись потому что каждое подобное соединение не говорю что одна нагрузки на конкретный сервер она и на балансировщики скажем если остановиться на данной теме также создает проблемы чем больше этих соединений тем больше памяти нужно на таблицу соединений а если представить себе что с вашим сервисом работают например десятки миллионов пользователей скажет свой адрес а значит нужно несколько десятков миллионов записей в этой таблице соединений и чем вы чем будет меньше тем например меньше памяти понадобится балансировщику для работы ну и есть и третья стратегия работы с бой с балансировкой нагрузки наиболее простая с точки зрения конфигурации но обеспечивающие наименее гибкость помощью l7 балансеров которые терминируют на себе соединение полностью при него принимают запрос а потом отправляют так примерно такой же запрос на реальный сервер по такому принципу работают балансировка нагрузки скажем в анжиных силе в хапроксе и у этого подхода также есть набор своих достоинства недостатка достоинства этого подхода в том что не требуется вообще никакой конфигурации не требуется настраивать туннельные интерфейсы на хостах не требуется настраивать например работу через балансировщик вспомнил над в таком случае вам придется либо сделать так называемый полисе роутинг при котором таблицы маршрутизации будут разные в зависимости от того с какого интерфейса отправляется пакет либо делать просто балансировщик шлюзом по умолчанию таким образом да у него класть дополнительную работу по обработке сетевых соединений установленных с реальных серверов и ничего этого не требуется просто у вас есть новый набор произвольно сконфигурированных и должны доступных реальных серверов вы можете установить свой собственный или семь балансировщик и указать ним эти серверы он будет принимать на себе соединение сам терминировать его и отправлять запросы на эти реальные серверы из недостатков первые из них связаны с тем что в таком подходе производить производительность работы будет ниже так как на каждый среди соединение с клиентом по сути поради балансировщику придётся обрабатывать два соединения первое соединение с клиентом, а второе соединение с реальным сервером. Вторая проблема связана с тем, что придется эти соединения акцептить у себя, обрабатывать и в юзерспейсе сначала читать данные, отправленные в рамках этого соединения, потом их снова отправлять реальному серверу, и таким образом не удастся избежать переключения контекста между ядром и юзерспейсом. Другая проблема связана с тем, что на реальных серверах будут возникать, в зависимости от протокола, разрешимые или неразрешимые проблемы с тем, чтобы выявлять, откуда же именно было установлено соединение. Скажем, у вас есть какая-то логика в приложении, связанной с сортс-адресом пользователя, и при работе таким методом вы сортс-адрес пользователя в свойствах сокета видеть не будете, там будет сортс-адрес балансировщик, ведь это балансировщик открыл соединение к реальному серверу, он соединение клиента полностью терминировал, а к вам открыл свое. Если вам нужно узнать адрес, у которого клиент установил соединение, балансировщик должен будет вмешаться в данные, передаваемые по этому соединению. Например, в случае протокола HTTP или HTTPS балансировщик может добавлять какой-нибудь стандартный заголовок, например, XForwardedFor или XRealIP, и в этом заголовке указывать исходный IP-адрес клиента. Если вы используете кастомный протокол, то, скорее всего, никакой балансировщик с ним работать не умеет. он будет балансировать его просто из-за, то есть получать данные из соединения с нового клиента, передавать ему как есть, и вы уже ниоткуда не узнаете, с какого же адреса это соединение пришло. Таким образом, в зависимости от задачи, необходимо выбирать один из многих алгоритмов балансировки нагрузки. быстрой по сравнению с тем, вы же понимаете, что вы не можете говорить, что… Вот вы, например, говорите, Усейн был быстрый, но не по сравнению с гепардом. Он быстрый по сравнению с вами, например. Инжинекс может использоваться для разных целей, он может использоваться как реверс прокси к какому-нибудь приложению, основанному на синхронной архитектуре. Инжинекс действительно может принимать на себе и держать десятки тысяч соединений с вполне приемлемой производительностью, тратя мало ресурсов на обработку каждого соединения. В этом смысле на приеме соединений Инжинекс эффективен. Однако, если вы можете делать так, что вам вообще не нужно акцептировать соединения, вы только переписываете заголовки пакета или инкапсулируете его в другой, отправляете на реальный сервер, а с ответами, например, вообще может не придется иметь дело, как при такой асимметричной механизме балансировки, то производительность балансировки будет выше. Другое дело, что мы в современном железе для большинства сервисов и производительности Инжинекс хватаем в таком случае. Он будет работать не то, чтобы совсем мегабыстро, а достаточно быстро. И поскольку Инжинекс – это прокси для протоколов HTTP или SMTP до самого последнего времени, пока он не научился стримам в последних версиях, в рамках работы по этим протоколам он может добавлять заголовки с адресом пользователя. И таким образом удастся сообщить приложению, с какого же адреса клиент действительно пришел. Инжинекс популярен именно потому, что он позволяет решить эту задачу быстро, не разворачивая какие-то сложные средства балансировки, которыми владеют по сути только системные администраторы, уже столкнувшиеся напрямую с хайлоудом. Это может сделать практически любой человек, который ранее имел дело с Инжинексом, просто он грубо говоря в AppStream добавляет еще одну секцию сервера и у него все продолжает работать. Только уже с двумя серверами или с большим количеством. Но здесь опять же возникает ряд недостатков. Например, Инжинекс в бесплатной версии не умеет активные проверки. То есть Инжинекс в случае выхода из строя одного из серверов, на котором балансировал нагрузку, только после определенного количества ошибочных запросов с этого хоста, например, тайм-аутов на него, решит, что с этим сервером что-то не так и перестанет отправить в него запросы. Но для этого какое-то количество запросов должны были либо закончиться ошибкой, либо в случае, если вы настроили использование следующего сервера в AppStream после текущего, а эти запросы будут просто обрабатываться дольше. То есть сначала он попытался отправить этот запрос на один хост, запрос за тайм-аут, и только после истечения тайм-аута он отправил этот запрос на другой хост, который этот запрос обработал, и в итоге у вас время ответа на этому запросу больше указанного тайм-аута. Сколько раньше тайм-аута, Инжинекс еще не знает, что этот хост действительно мертвый. Тот же Kipalavid, например, поддерживает активные проверки, то есть он самостоятельно, независимо от результатов обработки запросов, узнает, что в хостом что-то не так и выбрасывает его из группировки. Это более гуманно, чем ждать тайм-аут. Например, если у вас тайм-аут на подключение к хосту 3 секунды, то в течение всех трех секунд, сколько вы бы там запросов не получили на этот хост, на сбойный хост будет иметь подобную проблему. И только через 3 секунды, когда за тайм-аут первые из них, Инжинекс решит, что что-то не так, например, этот хост надо убирать из балансировки. В случае же активных проверок это можно узнать, например, очень быстро, за секунду. Другая проблема связана с тем, что если, например, может быть проблема не только с тайм-аутом, но есть, например, плохими ответами сервера, то есть какой-то из ваших серверов в вашей могучей геораспределенной системе, например, потерял связанность с базой данных, и его нужно убрать из балансировки, тогда он отвечает кодом ошибки. Но кодом ошибки сервер может отвечать не только поэтому, а например из-за того, что в вашем приложении бага. И, скажем, начинают приходить запросы, которые триггерят эту багу, и рано или поздно у вас в обстремении остается живых серверов. Бывает и такая проблема. То есть Инжинекс их все выбросил и говорит, что нет, мне не могу проводить запрос. А при этом ошибки были только на один конкретный вид запроса, а все другие запросы сервера могли бы вполне обработать. Kipelavit бы использовал для проверки вполне конкретный выделенный проверочный запрос, который вы бы специально подготовили. И в такую ситуацию он бы снил бы сервера из группировки не повыкинул. Nginx это тоже умеет, в платной версии Nginx+, тарифы можете посмотреть на сайте, я думаю, они вас не обрадуют. Поэтому да, Nginx популярен, но, скажем так, на младших уровнях, на не очень высоконагруженных сервисах или на тех, где уже необходимо масштабирование, но там, где нагрузка не достигает высоких значений или где нет жестких требований по доступности, и люди просто мерятся с тем, что подобные проблемы, как я описал, будут возникать. Соответственно, например, в Яндексе основной метод балансировки нагрузки это, собственно, IPVS плюс Kipelavit. В Mail.ru это один из предпочитаемых методов, скажем так. Просто потому, что он держит большую нагрузку, ему не приходится делать все, что делает Nginx. Скажем, что делает Nginx, когда он получил степи запрос? Понятно, что, во-первых, он этот запрос принял. Ему нужно читать что-то из сокета, данные переходят из канал-спейса в юзер-спейс. Дальше. Nginx очень развесистый, ему нужен запрос распарсить, вынуть оттуда все аргументы командной строки, все заголовки, разложить их по переменным, чтобы у вас там переменный доллар, хтп, нижнее подчеркивание, что-то содержало в себе значение соответствующего заголовка, переменная доллар, арг, нижнее подчеркивание, что-то содержало в себе, аргумент запроса соответствующий и так далее. Все это занимает определенное процессорное время. И затем, для того, чтобы отправить запрос на бэкэнд, его нужно обратно скомпоновать, когда он уже был распаршен, например, добавить в него дополнительные заголовки, тот же x-forwarded for и отправить на бэкэнд. То есть, как вы понимаете, даже просто с объективной точки зрения, здесь нужно выполнить больше операций, чем для того, чтобы поправить у пакета DST-адрес, к примеру, в случае использования алгоритма, метода балансировки NAT, или инкапсулировать его просто в другой IP-пакет и отправить его в протокол IP-IP, соответственно, производительность будет ниже. Другой недостаток – это то, что подобную симметричную схему здесь не сделаешь в принципе. Всегда взаимодействие между балансировщиком и реальным сервером будет идти в рамках TCP-коннекта от балансировщика к реальному серверу, значит, ответы тоже должны идти на балансировщик и отправляться обратно к балансировщику. То есть, он может быть узким местом, например, по каналу для отправки больших ответов, в отличие от IP-веса, работающего по методу тоннеля. Да. На практике у меня такое ощущение, что веб-серверах, которые уже непосредственно обслуживают запросы, на них обрабатываются HTTP-соединения. У меня такое впечатление, что обычно на уровне пропси IP-веса, HTTPS-соединения шифровываются и передаются уже как HTTP на все границы. Это зависит от… Если, скажем так, взаимодействие между реверс-профси и приложением происходит в рамках подконтрольной вам сети, там, локальной сети или подконтрольной вам сетевой инфраструктуры или даже в рамках локального хоста, то смысла лишний раз перешифровать, конечно, нет. И можно использовать уже хорошо отлаженный веб-сервер, который работает с SSL и поддерживает те механизмы работы, о котором мы говорили, по-моему, на предыдущем занятии. То есть, например, вам придется в своем приложении лишний раз реализовывать кэширование, кэширование SSL, работу с тикетами и тому подобные вещи. Не придется изобретать велосипед, короче говоря. Ну и к тому же смысла шифроваться внутри собственной инфраструктуры нет. Если же вы используете такую архитектуру, при которой запрос может быть перенаправлен дальше через большой интернет, то, конечно же, там придется заново его шифровать. Например, иметь еще один NGINX на локальном хосте перед приложением там. Решение принимается в каждом случае, исходя из конкретной ситуации. То есть, в такой схеме, вероятно, после вот-балансера непосредственно на обрабатывающих вот период сфератом, что будет уже... Балансер в таком случае работает, как я уже говорил, на четвертом уровне. Он не... Это в некотором смысле сетевое оборудование. Он не лезет в тела пакетов, он не расшифровывает SSL, который там передается. А потом, вот на последнем сервере, уже будет решение в жизни сфератик? Наверное. Вот он действительно будет работать, терминировать на себе SSL, он будет расшифровывать данные, поступающие к клиенту, он будет шифровать данные сам, отправлять через интернет уже расшифрованные, например. А балансер ничего не знает про то, что идет в телах пакетов. По этой схеме. Можно было бы ограничиться одним джерсом, не от того балансера? Нельзя было бы во многом, потому что в таком случае, во-первых, пришлось бы держать по два соединения у себя на одно соединение от пользователя, от пользователя к балансеру и от балансера к приложению, а во-вторых, не удалось бы реализовать асимметричную схему работы. Ну и пришлось бы делать дополнительные костыли для того, чтобы иметь у себя source-адрес приложения. Кроме того, если у вас действительно высоконагруженный сервис, производительность балансера была бы гораздо ниже. И вам пришлось бы иметь больше балансеров, а вы вместо этого могли бы на хостах дополнительные инстансы приложения поставить. Да, Nginx все равно будет запущен, но он будет работать с ограниченным количеством соединений, меньше, чем может обработать IPvS, поскольку тут уже градация такая, что чем меньше вы делаете с соединением, тем больше их вы можете обработать, меньше ресурсов на каждый день потратить. Nginx при такой работе все равно, скорее всего, на том хосте будет стоять локальный Nginx, потому что ему придется, скажем, терминировать на себе соединение. Например, если это широкая сетевая инфраструктура и серверы распределены, так сказать, по разным локациям, то локальный Nginx нужен будет, вам нужно будет держать, чтобы, например, ваше приложение, работающее синхронно, не имело слишком много коннектов, когда произойдет задержка пакетов между балансером и хостом. В таком случае соединения могут держаться, например, дольше, чем обычным, придется дольше, чем обычно, отправлять ответы или что-нибудь в этом роде делать, или дольше, чем обычно, принимать запросы. И при синхронной модели работы придется, соответственно, держать занятыми больше воркеров, большее время. Поэтому все равно вы поставите, наверное, локальный Nginx, и он у вас и так будет. У вас будет просто два Nginx. А вот можно подключить еще один вопрос? Правильно я понимаю, что сейчас большинство соединений не говорится по HTTP 1.1? Если вы говорите про веб, то по HTTP 1.1 или 2.0. Но просто надо понимать, что интернет – это не только HTTP, и есть множество других замечательных протоколов. Это есть HTTP, по которому отправляется пользователь, и DNS, по которому резонувается каждый адрес, который вы потом подключите. Он вообще не по HTTP работает. Происходит так. Прокси по отношению к этому приложению выступает как локальный и очень быстрый клиент. То есть прокси сначала полностью принимает запрос клиента, потом быстро передает его приложению. Приложение его как-то там у себя обрабатывает. Прокси быстро забирает ответ у приложения, потом отдает клиенту сколько надо. Представьте себе, что у вас вот именно такой синхронный инстанс, который… Он синхронный, потому что для обработки запроса нужно выполнять много действий на центральном процессоре, поэтому синхронная схема там не подходит. Все равно большую часть времени воркер не ждет события, а работает, что-то вычисляет, к примеру. И к вам могут… Ответ, например, который вы отдаете, занимает какой-то заметный размер, может десятки килобайт, скажем. И к вам, например, в последнее время начало подключаться все больше народу смартфонов. То есть не из дома откуда-нибудь с хорошим быстрым каналом, а по GPRS-у там неизвестно откуда. Проблема их в том, что они просто долго ответ читают. Ответ больше, чем TCP-окно, то есть вам нужно отправить ему часть ответа, дождаться, пока он это все акнет, отправить следующую часть ответа и так далее. И выходит, что воркер вашего приложения все дольше ничего не делает. То есть просто ждет, грубо говоря, ждет аков от клиента, который в это время находится в темном лесу, и у него там доступен GPRS с совершенно кошмарным качеством. А в это время NGINX решает эту проблему, поскольку он, в отличие от вашего приложения, которое молотит процессором, поэтому имеет синхронность, он работает асинхронно. Он быстро принимает ответ от этого приложения. Приложение после этого может освободить от этого воркера и обрабатывать им следующий запрос. А NGINX, в своей синхронной схеме, может задешево, сколько времени нужно, столько времени отдавать ответ клиенту. Да, а вот, именно я хотел уточнить, вот это вот связение HTTP 1.1, оно подразумевает киполайв. Оно подразумевает опцию киполайв. Это означает, что после того, как запрос был отправлен и ответ был получен, соединение не обязательно закрывать. В рамках этого соединения можно отправить еще запрос. Получается, в какой схеме NGINX сделал с сервером соединения, получил ответ, оборвал его, но на самом деле сам соединение? Не обязательно оборвал. NGINX умеет держать киполайвные соединения и с обстримом. То есть он может и сам принимать соединения с киполайвом от клиента, и держать такие же киполайвные соединения с обстримом, и не устанавливать каждый раз новые соединения для работы с ним. А синхронные сервера нормально обрабатывают? Для него, например, получение запроса от клиента в данном соединении, это просто событие. Он берет и это событие обрабатывает, как обычно. Ну и естественно, для того, чтобы не приходилось вечно держать это соединение, там обычно делается какой-то лимит на количество запросов в рамках ML-коннекта, после которого он закрывается и нужно установить новое. Хорошо. Продолжим. Балансировку с помощью динамической маршрутизации мы обсудили. Балансировщик на IPOS-экиполайв мы обсудили. L7-балансировку также мы обсудили. И предлагаю сделать перерывы, перейти к следующей теме, именно масштабированию стейтл-компонентов. Методы горизонтального масштабирования стейтл-компонентов мы обсудили. Однако, довольно очевидно, что данные методы основаны на том, что по определению стейтл-компонента, вне зависимости от того, на какой из инстанцев этого стейтл-компонента будет отправлен запрос, ответ не будет зависеть от его внутреннего состояния. Таким образом, балансировщик нагрузки может брать и отправлять любой запрос на любой инстанс, и никакой разницы не будет. Довольно понятно, что такой метод работает для масштабирования, скажем, каких-то серверов приложений, но совершенно не подходит для масштабирования баз данных, поскольку в любом случае для того, чтобы обеспечить, скажем, работу нескольких инстансов базы данных под балансировщиком нагрузки, вам придется реализовать над ними, например, полностью синхронную репликацию, и в таком случае у всех баз будет в любой момент времени одинаковое состояние, и куда бы ни пришел запрос, любая из них сможет обработать ответ. Однако, в данном случае масштабирование будет, скажем так, прямо неполным. Связано это с тем, что, несмотря на то, что вычислительные ресурсы на обработку каждого запроса будут масштабироваться хорошо, то есть обработка каждого запроса будет происходить на своем инстансе, не будет никакого масштабирования, связанного с хранимыми данными. То есть, если объем хранимых данных в Велик, это может составить проблему, так как все данные должны дублироваться между всеми хастами. И сколько бы вы хастов не добавляли, все равно от этого объем обрабатываемых данных у вас увеличиваться не будет. Эту архитектуру можно сравнить с RAID-массивом уровня 1, когда любое количество дисков зеркалируются друг с другом, и на всех них находятся одни и те же данные. В таком случае отказ может произойти только когда выйдут из строя все диски, пока хотя бы один диск жив, данные на нем доступны и с массивом можно продолжать работу. Однако нет никакого увеличения объема массива в зависимости от количества используемых на нем дисков. Как быть, если объем хранимых данных не позволяет эффективно с ним работать в рамках одного хоста? Эта проблема связана с тем, во-первых, что доступные на текущий момент средства хранения данных на хостах бывают либо быстрыми, либо большими, либо может быть быстрыми и небольшими, но космически дорогими. Таким образом вы можете, например, взять хвост, на котором будет находиться 36 8-терабайтных дисков или даже больше. Объем хранимых данных у него будет достаточно большой, но время доступа к этим данным будет плохое из-за того, что будут использоваться медленные вращающиеся диски, на которых можно будет постоянно ждать позиционирования головки. Вы сможете использовать, например, какие-нибудь быстрые SSD, но цена за такого SSD за гигабайт гораздо выше. Вы можете, наконец, воспользоваться каким-нибудь in-memory хранилищем, но стоимость оперативной памяти за гигабайт гораздо выше, чем стоимость самого дорогого, интерпрайзного, мега-надежного SSD. И в таком случае стоимость хранения гигабайта данных для вас будет еще выше. И сколько бы железа вы не покупали, все равно объем, доступный для хранения данных, у вас увеличиваться не будет. Для того, чтобы в данном случае обеспечить горизонтальную масштабируемость по хранимым данным, необходимо выполнить так называемое шардирование. Под шардированием понимается разбиение данных на некоторые независимые друг от друга части. Например, если в сервере хранятся независимые друг от друга данные пользователей, то можно брать и разбивать эти данные, собственно, по пользователям. То есть, если у вас была условно одна база данных, и в ней хранились данные всех пользователей, и места перестало хватать, вы можете сделать еще одну базу данных и перенести половину пользователей в нее. И таким образом Вы научите свое приложение вычислять, в какую базу данных ходить для данного пользователя. Скажем, идентификатор пользователя четный в одну базу данных, нечетный, значит, в другую. И таким образом вы сможете работать уже с двумя базами. И то, что вы удвоили используемое железо, позволит вам и удвоить доступное для хранения место. Этот механизм довольно прямолинейен и очевиден в случае, когда данные действительно разбиваются на независимые части и становятся сложным и накладным, если это не так. Например, приходится применять механизмы синхронизации шардов между собой и какие-то данные дублировать между ними. Типичный механизм синхронизации двух независимых хранилищ — это двухфазный коммит. Например, если ваши данные полностью не разбивались на независимые части, но хранить все данные на одном инстанте вы уже не могли, вы сделали два инстанта с частично пересекающимися данными, то при изменении этих самых пересекающихся данных вам нужно убедиться, что транзакция будет закомичена на обоих хранилищах. В таком случае применяется техника так называемого двухфазного коммита. В таком случае первое хранилище отвечает, что да, я готова коммитить. На втором хранилище в этот момент транзакция коммитится, после этого она коммитится на первом. И в этом случае остается небольшое окно по времени, в течение которого в случае сбоя может возникнуть неконсистентное состояние. Однако это окно по времени гораздо меньше, чем в ситуации, когда вам пришлось бы выполнять две независимые транзакции с хранилищем. И одна из них могла совершенно спокойно выполниться, а другая — нет. То есть вы здесь меняете большое время уязвимости к данной проблеме на маленькое, но уязвимость сама не исчезает. И в серьезных промышленных базах данных, на случай, если кому-то потребуется организовать подобную архитектуру, такой метод реализован. Но даже в ситуации, когда структура ваших данных позволяет вам разбивать их на независимые части, все равно у механизма шардирования есть не то, что недостаток, а встроенная сложность. Она основана вот на чем. Предположим, вы запланировали сразу какое-то количество шардов. Вы их подготовили, запустили сервис, работаете, и потом оказывается, что в этих шардах перестает хватать места или их вычислительных ресурсов. И вам нужно разбивать эти данные мельче. Значит, необходимо провести операцию перешардирования. Далеко не всегда есть возможность приостановить доступ к данным на то время, пока они, например, разъезжаются по различным хранилищам. Или, например, вообще остановить сервис и провести на нем такие работы. Например, просто сервис требует высокой доступности, он постоянно приносит вам деньги, вы не готовы их терять. Или из-за того, что пользователи будут недовольны этим простоем и уйдут к вашим конкурентам. Соответственно, при применении подобного метода масштабирования сервисов, работающих с данными, и вам всегда придется придумать механизм, при котором вы будете резко увеличивать количество шардов. Подходы здесь применяются разные. Один из этих подходов заключается в том, чтобы запланировать количество шардов заведомо. С достаточным запасом, например, у вас может быть всего два сервера или две пары серверов для обеспечения отказоустойчивости. Но на каждой из них живет по несколько тысяч шардов. Если вам нужно добавить все серверы, то вы между шардами данные никак не перераспределяете, просто переносите половину шардов с каждой парой серверов на новую пару, и вот у вас их было два, стало четыре. Но на каждом из них, к примеру, уже не 65 536, а 32 768 шардов. И такой подход обеспечивает вам довольно большой запас масштабируемости. То есть пока у вас не будет нескольких десятков тысяч пар серверов, вы сможете линейно масштабировать свой сервис. Ограничения этого подхода также очевидны. Они заключаются в том, что рано или поздно все-таки количество шардов может подойти к концу, или логика работы вашего сервиса не позволяет сделать их так много, в результате чего их все равно будет меньше. И вам придется перейти их все равно ко второму способу, это реализация какого-то механизма перешардирования, который позволяет преобразовать M-шардов N без потери доступности сервиса. Здесь я, к сожалению, не могу дать никакого готового рецепта, поскольку все зависит от конкретных данных и конкретной логики сервиса. Они отмечили, что в большинстве случаев часть независимых данных, например, часть пользователей в таком случае придется все равно замораживать, но на какое-то короткое время, например, пока эти данные берут и переезжают из одного шарда в другой. Так было, например, реализовано в распределении пользователями по базам данных в Яндекс.Почте, когда я там работал. Там была карта пользователей между инстанциями базы данных, и была операция переноса пользователя из одной базы в другую, которая брала и замораживала данные этого пользователя, переносила их из одного базы в другую, меняла карту, а потом размораживала данные. Таким образом можно было практически до бесконечности добавлять базы данных и с помощью подобного механизма переносить туда пользователей. Причем время заморозки каждого пользователя будет в большинстве случаев, за исключением очень толстых пользователей с очень большим количеством данных, для него незаметно, поскольку морозить приходится не весь шарда, а только конкретный аккаунт. Да, это проблемы. Я об этом говорил, что иногда может потребоваться дублировать данные. Я приведу пример другой сервис, с которым приходилось иметь дело. Основа его структура данных была такова. Существовала такая сущность, как рубрика. В рубрику подали документы. Каждую рубрику, в каждой рубрике могло находиться в первом приближении произвольное количество документов. Каждый документ мог находиться в первом приближении, не в первом, а вообще в принципе, в любом количестве рубрик. То есть никакой независимости данных друг от друга здесь речь, конечно же, не шла. И в таком случае сделать масштабируемую базу данных крайне сложно. Это всегда масштабирование горизонтальной базы данных в этом сервисе, всегда как архитектурное решение продавалось на потом. Но были, так сказать, планы того, как это сделать, когда это наконец понадобится. А именно, поскольку документов миллиарды, а рубрик всего сотни тысяч, можно будет дублировать список рубрик на каждом шарде и использовать двухфазный комминт при их изменении. А здесь примерно то же самое, о чем вы говорите. Это революционная структура, в которой нет ни связанных друг с другом изолированных наборов данных. То есть в моем примере, когда каждый документ мог находиться в любой рубрике, в любом наборе рубрика даже уточню, а каждая рубрика могла содержать в себе любые документы, брать и рубить, сервисные независимые части не удавалось. То есть не сервис, а данные. Это как раз то, о чем вы говорите. И в данном случае в этой связке просто удалось найти, удалось в первую очередь посмотреть, что документы занимают много места, рубрики по сравнению с ними мало. То есть, да, 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 просто взять и начать дублировать то, что занимает много меньше места, чем другая сущность. И в таком случае можно было бы действительно обойтись с двухфазным коммитом и дублированием всех рубрик между всеми шардами. Это, не сразу скажу, не совсем хорошее решение, но в такой ситуации, возможно, единственное. Нехорошее, потому что именно все равно будет вот это вот окно, связанное с особенностью работы двухфазного коммита. Если сервер сначала подтвердил, что он готов закоммитить эту транзакцию, а потом взял и умер, то возникнет неконсистентность. В другом шарде эта транзакция будет закоммичена, а она этого не будет. И при достаточно большом потоке транзакций в единицу времени, когда бы сервер не вышел из строя, такое случится. Просто с большим количеством транзакций, если не использовался двухфазный коммит, или с меньшим, если использовался. Вы сказали, что в каждой рубрике может быть произвольный набор документов. Представьте себе, типичная революционная структура, много ко многим. Вот есть рубрики, есть документы, есть произвольные связи между ними. Получается, что ваше предложение, когда разбить документы, но тогда на каждом отдельном счете будут не все документы. Получается, что рубрика открывается иногда на документы, которые от других шардах. Именно. Для того, чтобы получить все документы данной рубрики, нужно обратить все шарды. Там будет многосоединение такого с областной, с другим сервером, с другим сервером. Но, по крайней мере, для его выполнения можно будет использовать ресурсы ни одного сервера, а сразу многих. Не будет ограничения на то, чтобы хранить все эти данные на одном сервере, поскольку их и так очень много. Соответственно, будет возможность хоть как-то это горизонтально масштабировать, потому что в один сервер можно на более-менее быстрое хранилище положить несколько терабайт данных. В наше время, может быть, за очень большие деньги несколько десятков терабайт. Но это совсем уже за безумные деньги. Будет дешевле, грубо говоря, иметь 5 серверов на 5 терабайт, чем один сервер на 25. И по той причине, которую я указывал в смысле вычислительных ресурсов и в связи с стоимостью очень больших SSD. Поскольку чем больше данных, тем очень часто их еще и сложнее обрабатывать. Например, если вам нужно просто получить набор данных, а потом их отсортировать, в некоторых случаях у вас может оказаться в лимитирующей стадии сортировка. Сортировка, как вы знаете, выполняется сложностью хуже линейной. В таком случае, если вы разбиваете данные на много шардов, вы экономите в усилительные ресурсы. Всего вам нужно сделать не одну большую сортировку, а много маленьких, а потом с линейной сложностью замерзут результаты. То есть, вот представьте себе, у вас есть поисковый сервер, сервис. Вы, ну не знаю, там ищите в интернете. И у вас есть поисковые индексы. И поиск по индексу производится с логарифмической сложностью, но найти мало. Нужно отсортировать по релевантности результаты и отдать топчик по релевантности. Там первая страница поиска, топ-10. То есть, вы с логарифмической сложностью ищите и со сложностью n-logan потом сортируете. Весьма вероятно, что, например, по популярному запросу, на который находится очень много документов, там у вас при вам пришли, запросили порно. Очень много документов в вашем поисковом сервисе найдется по такому запросу. У вас будет лимитировать сортировка. И если у вас будет один инстанс, у вас будет сложность сортировки n-logan и количество операций, которые вам придется элементарно на процессоре, которые нужно будет делать одно. Поэтому, если у вас будет много шардов, то, как вы понимаете, конечно, с одной стороны придется мерить результаты, но с другой стороны, каждая сортировка отдельная на каждом шарде будет проще. И проще она будет, да лучше, чем в n-раз, где n-конечно шардов. Поскольку n-logan – это суперлинейная зависимость. И таким образом вам удастся даже абсолютным образом все оптимизировать и уменьшить время на обработку запроса. Так что даже если у вас, предположим, есть всего один сервер, и других не предвидится, вам будет разумно шардировать данные на нем и иметь несколько независимых поисковых индексов, а не один большой. Ну, ровно до той степени, когда вы, пока вы не перестанете упираться в сортировку, не начнете упираться в собственный поиск. Дальше этого, дальше того момента, когда это наступит, шардировать в смысле производительности индексы будет бесполезно. Но пока это не наступило, вам еще и шардирование улучшит производительность. Кроме того, благодаря параллелизму обработки запроса он позволит улучшить время ответа, поскольку не один и тот же объем данных обрабатывался на одном хосте последовательно, а на разных хостах параллельно. Ну, с одной стороны, это возможно, поскольку в данном случае время ответа запроса не может быть меньше, чем время ответа самого медленного из инстансов. То есть, по сути, вся система будет идти со скоростью самого медленного инстанса. Так что здесь придется, как таким-то образом, поддерживать равномерность скорости их работы. Нет. С одной стороны. А вам не нужно их запрашивать последовательно? Надо просить параллельно, очевидно. Нет, параллельно. Это как? Мы спросили первый, и он в это время опросит предыдущие 4. Второй? И этот второй тоже будет забрали другие 4. Нет, но если возникает подобная ситуация, то значит вы уже что-то, наверное, неправильно делать. Здесь как раз речь о том, что вы, скажем, разбили данные на независимые части, независимо просили сервера, так что мне пришлось крест-накрест друг друга опрашивать, замерзли результаты и отдали. Вы представляете себе, у вас есть поисковый индекс, если подождать тот мой пример, с тем, как шарбирование влияет на производительность. У вас есть поисковый индекс, построенный по документам. Каждый документ, скажем, страничка в интернете. И для каждого комбинации страничка в интернете и запрос есть определенное число – релевантность. Релевантность вычисляется как исходя из статических факторов, например, какой-нибудь рейтинга, репутации, индекс асцентирования страницы, так и из динамических факторов, насколько содержимое этой страницы соответствует запросу. Например, если у вас спросили ваш запрос «Вася Петров», то страницы, на которых эти слова идут подряд, то есть «Вася Петров», должны иметь большую релевантность этому запросу, чем страницы, где они идут не подряд. Например, «Вася Иванов», «Коля Петров». Страница с таким содержимым должна иметь меньшую релевантность на запрос «Вася Петров», очевидно. Соответственно, у вас все сводится к двум стадиям. Первая – это поиск по индексу, тех страниц, которые соответствуют запросу с вычислением динамической релевантности. Поиск по индексу обычно имеет логарифмическую сложность и сортировка по этой релевантности. А сами данные, конечно же, независимы в данном случае, поскольку статические факторы релевантности просто присутствуют в самом индексе в качестве параметров документа, а динамически вычисляются исходя из его содержимого в зависимости от количества найденного. То есть можно считать, что, грубо говоря, сам поиск имеет логарифмическую сложность, вычисление динамических факторов – линейную, а сортировка – N log N в итоге. И сортировка, скорее всего, при достаточном количестве найденных результатов будет лимитирующей. Можно, например, как вы говорили, с рубриками и таблицами? Да, хорошо. Там же по сути ли таблицам, да? Да, от таблицей документов и таблицей связи. Все верно. Таблица рубрика очень маленькая. Ну, сравнительно с таблицей документов маленькая, скажем так. Да, но таблица связи еще больше, чем таблица документов. Почему? По количеству записей? Да. По количеству записей? Да. По объему? Нет. Поскольку одно дело – целый документ, а другое дело – всего лишь две чиселки. Идентификатор рубрики и идентификатор документов. Поэтому по объему она намного меньше таблиц с документами. То есть вот эта таблица тоже дублировалась? Нет, она не дублируется, поскольку так как на серверах не пересекаются документы, не пересекаются и записи в этой таблице. Стоит, в каждой записи указывается соответствие рубрики, документу. И, соответственно, на серверах, где нет такого документа, нет и таких записей в этой таблице. Посадил еще к этому документу. да то есть это эта таблица как раз нормально масштабируется тоже вместе с первым месяц таблицы документов не масштабируется только таблица рубрик в этой ситуации но ксер к великому счастью в некоторых ситуациях есть возможность проблемы связанные с шардированием с не с выполнением операций перри шардирование избежать это счастливая ситуация происходит в в тот момент когда ваше хранилище не должно поддерживать операцию изменить изменение текущих данных она например поддерживает операцию то только чтение данных случае можно обеспечить архитектуру архитектуру которая будет практически резиново до бесконечности масштабироваться которая будет довольно отказоустойчивый и при этом ей не потребуется реализация операций перри шардирование пример такой архитектуры может выглядеть так предположим ваш сервис это некоторые хранилище ключ значения вот нужно по просто сохранять у себя какие-то документы и покрыли и по ключам их отдавать менять их не них например нельзя можно их просто добавить и прочитать и в самом простейшем случае вы имеете право даже сами ключ гейли то есть он просто отправляет документа вы отвечаете с каким ключом его сохранили вам во многих ситуациях этого вполне достаточно то есть каким же образом обеспечить максим максимально эластичную архитектуру представим себе что у нас есть некоторый набор пар хранилищ скажем пар для того чтобы обеспечить их отказоустойчивость и мы делаем единый список так сказать методанных данного хранилища это свет это список идентификаторов пар это хранилищ которые в которых указано какие хосты в этой паре находятся и куда куда можно отправлять данные и состояние пары она может быть 3 донли и редврайт пары которые на спаре которые находятся в ридонли может читать данные туда нельзя писать новые она та которая в редрайт можно можно и писать данные и читать соответственно что нужно сделать предположим у нас есть некоторое количество хостов мы можем поступить вообще издевательские даже не собирать на этих хостах рейд массива из дисков а просто брать и запарить друг другом диски на разных хостах случае если это возможно на хостах находящихся в разных центрах чтобы доступность данных не исчезала в случае выхода одного дата центра из строя в идеале дата центра в таком случае должно быть минимум 3 сейчас мы из изложения поймем почему и мы более-менее равномерно распределяем по этим центром хосты и делаем такие пары дисков так чтобы каждый в каждой паре были диски из двух разных дата центров и при сохранении какого-то значения мы возвращаем ключ вот в этом ключе часть ключа это идентификатор пара серверу пара этих них даже данном случае дисков они серверов по такому издевательской методе а вторая часть ключа это путь к данному значению на конкретной паре так в таком случае операция записи считается успешной когда вы обе оба сервера пара и и подтвердили в таком случае присваивается определенный идентификатор из идентификатора этой пары и пути на ней и возвращается ключ сохранялся каким-то ключом если операции выполнено не успешно хотя бы как минимум на одном серверов пары просто выбирается другая доступная пара из списка и попытка сохранения происходит на нее и так до тех пор пока сохранение не пройдет успешно либо не будут перебраны все пары если на какой-то паре дисков уже место заканчивается то оно просто переводится в ряду на она помечатель таблице как в ряду на ли и ее можно читать но у нее нельзя сохранять новые документы если один из серверов выходят из строя то в то второй пара серверов здесь один дисков на подавании серверов уходит из строя то одна это соответствующая пара в которую входило диск помещается как рейдон ли если вышел строить целый сервер в сиди пары в которые входили все диски находящиеся на нем помечаются кредон ли и со второго сервера этой пары можно читать но данные туда сохраняться не будут они будут сохраняться только здоровые пары в которых живы оба сервера в данном случае оба де оба диска на который происходит сохранение и в таком случае если возникнет необходимость добавления нового места для хранилища можно просто добавить новых серверов запарить между ними на них между собой именно таким вот таким же описанным образом диски и добавить эти пары в список и на них немедленно пойдет сохранять пойдет сохранение при этом стали диски со временем заполнятся и перед придут ридон ли и запись будет идти только на новые можно даже придумать какую-то механизм весов при которых горят и сохранение значения на конкретную пару будет тем выше тем выше его вес к примеру вам а можно этим даже не не заморачиваться если это сильно не требуется три дата-центра нужны для того чтобы в ситуации когда выйдет из строя один дата-центр в ридон ли перешло не все хранилище а в ридон ли перри перешла и пришли на существо путь даже две трети пару которых хотя бы один один сервер находился в вышедшим отстроенного центр а у третьей пары оба оба сервера находили находились вне сбойного центра и она останется и есть эти пары останутся доступными на запись единственная проблема этого хранилища это то что в нем недоступна операция обновления при сохранении ключа в том смысле что если например пара дисков уже перешла в ридон ли мне не хватает места вы при апдейте захотели бы увеличить объем документа а это уже невозможно просто место не хватает либо скажем один из серверов или там один диск вышел из строя и в любая операция обновления будет у вас может быть выполнена на одном они могут выполнены на него возить неконсистентности когда он вернется на нем будут старые данные которые он будет отдавать поэтому к сожалению с существованием операции апдейт данная архитектура несовместима но если она не требуется то в таком случае она прекрасно работает и обеспечивает практически резиновую масштабируемость когда я работал в яндексе таким образом был устроен например хранилища яндекс почты она работала максимально примитивным максимально в этом смысле надежно и масштабируем но здесь теоретически возможно то ключ будет меняться вы по сути не выполняли не апдейт удаление сохранения в таком случае можно только будет меня в данном случае например будет меняться ключ ну тем что что например по старому ключу эти данные будет не доступны вам нужно держать будет в отдельном месте трансляцию каких-то логических идентификаторов ключи собственно в этом хранилище но если вы этого отдельное место обеспечить и туда конечно можно будет сделать и так так например работают поиску поисковый сервер elastic search который обеспечивает отказоустойчивость примерно по такому механизму у него каждый поисковый индекс может быть побит на шарды каждый шар на в каждом шаге может быть например пара или больше реплик и реплики находится на разных хостах каждый документ может быть добавлен в любой шар такой как а то который находится в нормальном станет все его реплики доступны при обновлении документом просто там где он просто кто там где он был помещен помещается удаленным и как и индексируется заново то есть это тоже обновление не то есть удаление добавления нового и по и он тоже работает по подобной архитектуре обеспечит практически резиновую масштабируемость ну да давайте просто . до количества ваших индексов помноженного на количество шардов них но поскольку там не считается хорошей практикой постоянно создавать новый индексы например данные пришедшие за конкретный день классе в индекс содержащий в имени дату этого дня то количество индексов при таком методе работы оказывается большим и масштабируемость оказывается почти бесконечной просто есть определенные накладные расходы и связанные с обновлением он будет нормально работать в ситуации когда вы задали сразу нужный набор индексов или wildcard например по всем тогда поиск обработаем будет работать отдельно на разных индексах а потом он замерзут результаты достроенные да это встроенный метод но там собственно есть такое ограничение что в одном индексе не может быть больше 2 2 в 31 степени записи если бы не было такого метода это было совсем печально поскольку это было просто ограничение на на хранение данных каждого конкретного логического типа в этой базе или пришлось делать делать разные индексы руками мерзнуть это было бы нехорошо поэтому там просто мой он сам замерзет замерзет а сортирует и выдаст результаты найдены из разных индексов ну и выполнить эти операции имею такие же операции межа при поиске в рамках одного индекса между шардами то есть выполнить операции поиска по всем шардам потом в каждом шарде по сортирует результаты выдаст топ n где сколько можно результатов на гора потом он возьмет замерзет эти списки выдаст итоговый топ вам это как раз таки пример от архитектуры работы с поиском о которой я говорил